Последний раз я довольно давно здесь выступал. Откуда взялась такая идея рассказывать о деревьях, кустарниках, об их посадке? Вроде бы все сажаем, все знаем. И мне казалось, что долгое время, что в принципе, в общем-то, что тут сложно, особенно с кустарниками. Вот. Взял, выкопал яму, воткнул, полил, удобрил, все растет. Но какое-то время назад мы столкнулись с тем, что обнаружили, что начав работать, да еще до начала работы с Бруксом, а тем более начав работать с Бруксом 5 лет назад, практически уже почти 5 лет назад, мы обнаружили, что наше представление о том, как мы сажаем, о том, что мы сажаем на участках, довольно сильно изменилось. И просматривая, сейчас мы решили сделать некий ребрендинг с сайта, вот, и просматривая, там, что в интернете есть недавно, просматривая фирмы разные, вот, мы вдруг увидели, что, там, набираешь ландшафтный дизайн и видишь, что народ сажает по старинке. Кустики в газоне, отдельные кусты, газон, фактически, ну, участок представляет из себя, как правило, средний, ну, вот, если взять среднестатистический, это участок, засланный газоном полностью, в котором находятся кустики и деревья. То есть, получается, у нас газон оказывается неким заполняющим материалом, неким заполняющим материалом, в котором располагаются деревья и кустарники. В современном ландшафтном дизайне, то есть, вот, работая с Бруксом и просматривая работы хороших ландшафтных дизайнеров, мы вдруг обнаружили, что этот прием, ну, как, он в мире давно не применяется, да и не применялся никогда. Это, так скажем, изобретение наших ранних дизайнеров 90-х годов, ну, и американцы, европейцы, дачный дизайн, американский, европейский дачный дизайн, который, в общем-то, люди черпали из книжечек, из брошюрок популярных и журналов, в котором не объяснялось подробно, как, собственно говоря, сажать растения, как существуют растения, как создавать устойчивые сообщества, которые будут существовать и существовать на участке долго и стабильно. Собственно, если к искусственному ландшафту, любой ландшафтный дизайн, любого участка мы можем рассматривать как новый элемент искусственного ландшафта. Соответственно, перечислены классические элементы этого растительного ландшафта. искусственного ландшафта солитер, аллея, роща, массив, редколесье, живые изгороди и некие покровы типа газон и низкие кустарники. Ну и, соответственно, тут пропущены цветники. Значит, понемножку остановимся на каждом из них. Но солитер, вы все понимаете, что это отдельно стоящее крупное растение. Дерево, либо крупный кустарник, либо даже некая группа, работающая как единое целое. То есть солитер может быть в плане для дизайнера, может быть и это ему, по большому счету, дизайнеру все равно. Это пятно. Это красивое, одинокно стоящее пятно. Крупное пятно, создающее некий акцент на фоне всего остального. То есть солитер не может сливаться, не может быть на опушке. Он не может сливаться с фоном. Он не может быть... Вокруг него не могут быть растения примерно такого же роста, как он. То есть он... Это нечто сильно выделяющееся. А уже из чего этот акцент, крупный акцент сделан, это не так важно. Аллеи. Аллеи можно использовать в основном на крупных участках. Вот в городе, если аллею мы, по нашим советским нормам, получается, оставшись нам с советских времен, получается, что у нас в аллеях деревья высаживаются в среднем на расстоянии 6 метров. В Германии крупные деревья высаживаются на расстоянии 10 метров. Представьте, что 10-12 метров. Представьте, что у нас тут сразу с нормами посадки. Для мелких участков понятно, что там, если весь участок длина 20-25 метров, в три дерева и крупных ей аллея не получилось. Соответственно, на небольших участках можно сделать аллею из среднерослых растений, зонтичных, шаровидных, там, стриженных яблонь, из стриженных лип и прочее. Причем высота у них может быть совершенно разной. От полутора, там, двух метров. Ну, собственно говоря, это должно быть что-то от роста человека и выше, понятно. Но это, соответственно, нечто посаженное в линию с двух сторон дороги. Вот, с двух сторон дороги. Если это с одной стороны, то это уже не аллея. Значит, дальше. А, причем расстояние, понятно, может быть любое. Оно примерно должно соответствовать половине планируемой высоты дерева между растениями. Если у нас дерево 3 метра, можем сажать на расстоянии 1,5-2 метра между деревьями. Вот, но тоже зависит от того, какой визуальный эффект хочет получить дизайнер. Роща. Соответственно, роща представляет, роща у нас возникает, когда у нас, мы хотим создать некое закрытое пространство. Когда мы находимся в... среди деревьев, и у нас... мы видим стволы, у нас над головой кроны, вот, и на уровне глаз у нас тоже и кроны деревьев попадаются, и в основном стволы им. И обращаем внимание мы на нижний ярус. Вот, при этом это довольно плотные, тенистые... 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 такое... вот, тенистые посадки, так скажем. Вот, соответственно, любой лес естественный, да, который оказался у нас на участке, может восприниматься как роща. Вот, в зависимости от густоты. Далее. Массив. Массив или группы? Ну, естественно, тут очень... очень сложно их разделить. Все зависит от масштаба участка, скорее. Если у нас большой участок, то там куртина или... куртина из, там, 20-30 растений может быть куртиной, да, а если у нас маленький участок, то у нас куртина из 20 растений может выглядеть как сплошной массив, и я бы тут их не разделял, потому что биологически они примерно ведут себя одинаково, и это самое интересное вот для посадок кустарников, о чем мы дальше будем говорить. Редколесья – это нечто среднее между солитерами и рощей. То есть это отдельно стоящие деревья. Вот вы представляете саванну. Вот. И они... Расстояние между растениями в редколесье, оно достаточно большое, и они не затеняют друг друга в принципе. Там тень от друга от друга на них, если и попадает, то незначительная. Вот. Поэтому совершенно другие условия создаются, чем, например, в роще, когда у нас тень присутствует постоянно внизу. То есть тут у нас большая часть, большая часть напочеченного покрова, вот, и кустарникового покрова, в редколесье, в редколесье, какой бы высоты мы деревья не взяли. В зависимости от формы кроны мы можем взять разные. Вот. Соответственно, если мы, например, возьмем зонтики, то у нас получится, что мы меньше можем использовать растений, вернее, их дальше друг от друга сажаем. Если используем колоновидные формы, то мы их сможем сажать ближе друг к другу, поскольку тень гораздо более узкая, и она более скользящая получается. Вот. Пример потом мы немножко посмотрим. Живые изгороди, ну, традиционный элемент. Единственное, что вот сейчас сменяется, это ширина их. То есть они становятся несколько шире. Но, в принципе, традиционный элемент, ничего в этом особенного нет. Вот. Ну и последнее, это посадки травянистых растений. Да, низкорослые кустарники, газон травянистые, соответственно, цветники и миксбордеры без крупных элементов кустарниковых. Ну, понятно, что для дизайна, дизайнер работает с, дизайнер теми или иными способами пытается организовать пространство. Если классический дизайнер работал с некими, ландшафтный дизайнер, с некими отдельными элементами, то современный старается работать с формами. То есть они могут быть на плоскости, они могут быть в объемные, то есть создавать вертикальный вид некоторый, да, некоторую панораму. И дизайнер так или иначе должен задумываться о том, что он создает некую картину из набора абстрактных пятен либо жестких элементов. Жестких в той или иной степени геометрических элементов. И эта картина сама по себе должна быть красива, вне зависимости от того, смотрим мы на план участка или смотрим с какой-то фокусной точки на участок, на перспективу участка. Соответственно, так или иначе, так или иначе, современные, все современные дизайнеры, у всех современных дизайнеров планы участков очень красивые. Так или иначе. А если мы возьмем любой, вот наберем в ландшафтный дизайн из интернета, я вот не стал приводить, никакой примеров тут не стал, вы все можете это сделать и набрать в ландшафтный дизайн и посмотреть просто на любой план. Это, как правило, набор элементов, мало связанных друг с другом. Как единая картина, они не воспринимаются. Это набор кружочков, точечек, линий, которые не, которые, вот надо, там понятно, что надо связать дом, какие-то хозяйственные постройки, какие-то зоны, причем многие зоны надуманы. Человек создает участок, как правило, и думает, а чем бы, какие бы элементы мне сюда втиснуть. Там барбекю, горка альпийская. И дальше начинаются иногда такие фантазии. Там смотришь некоторые планы и понимаешь, а вот зачем, и думаешь, а зачем вот это вот все нужно человеку. То есть хозяин, вот хозяин участка, там многие элементы, я вот сейчас вылетел из головы, один несколько подробно планов просматривал таких, и там совершенно безумные какие-то арки, какие-то построения, построения из металла и дерева, совершенно безумные, которые и внешне не работают. То есть как скульптура они не работают, они не сильно красивы, и не очень-то нужны на небольшом участке, особенно оказывается. Поэтому, и плюс они еще нарушают общую картину. И часто дизайнеры думают, о чем заполнить пространство. Но вот современные подходы, современные подходы, о которых мы сейчас начнем говорить, они позволяют заполнить пространство и создать из него картину и немного даже автоматизировать этот процесс, упростить его. И я хочу поговорить сегодня о тех методах, которые позволяют сделать хороший участок, красивый участок, технологичный участок, даже если я не сверххороший дизайнер, то у меня работают талантливые дизайнеры, а я сам не рисую. Поэтому я так контролирую, смотрю, регулирую их работу, и, в общем-то, неплохо получается. И контролирую в основном технические аспекты, о которых я сейчас расскажу. И за счет вот этого контроля, за счет того, что мы вносим это в проект и отслеживаем это в проекте, и в дальнейшем при выносе на участки, при посадке растений мы это все учитываем, у нас получаются довольно неплохие проекты. Ну и так, соответственно, плоские элементы – это все, что создает некую поверхность, некую плоскую поверхность, на которую мы смотрим с роста человека, видим ее сверху. Видим ее как поверхность, то есть с роста человека мы воспринимаем ее как некую плоскость. Лук, газон, невысокие цветники, невроз человека, естественно, а в рост человека у нас возможны тоже многие растения. Миксбордеры высокие уже сюда не пойдут. Водная поверхность, любое мощение, низкорослые кустарники, почвопокровные кустарники и кустарнички. То есть черничник будет восприниматься, естественно, как плоская поверхность. Низкорослый можжевельник, массив из него сплошной, какой-нибудь там до... Например, казацкий, там, рукори джема возьмем, который мы сейчас очень любим. Из него массив, ну или из горизонтального любого, из него массив будет, естественно, восприниматься как плоская поверхность. А вот если мы возьмем дерен, например, то все зависит от того, как мы его используем. Если его стрижем высоко, и он у нас полтора-два метра высота, естественно, это уже на уровне глаз человека, это выше уровня глаз человека. Если мы находимся вблизи, это уже как плоскость не воспринимается. А если мы его стрижем, берем какой-нибудь низкорослый сорт относительно, и стрижем его низко, там, айвори холло, например, который, в принципе, не вырастает выше полутора метров, да, пожалуйста, подходите, выше полутора метров, то оказывается, что мы его можем постричь, например, до высоты 30-40 сантиметров каждый год, и он будет отрастать до 70-80 сантиметров. И он уже будет восприниматься как некая поверхность. Но в зависимости от ее рельефа, если мы ей добавим рельеф, это уже будет не совсем поверхность, это может работать уже как объемная скульптура низкая. Вот. То есть нюансов тут много, соответственно. И каждый раз надо смотреть, как мы используем тот или иной элемент, и в каком виде мы применяем те или иные растения. Ну и крупные растения у нас, крупные растения у нас создают вертикальные виды, в первую очередь, да, то есть мы на фоне горизонта, на фоне горизонта мы загораживаемся, их воспринимаем, мы создаем некий, некий вертикальный вид, некий, как это называется, как вертикальные виды, подсказывайте, у меня слова иногда вылетают, что-то я волновался, сегодня 5 часов всего спал, не мог уснуть, и слова начали вылетать. Вот. Для выступления. То есть, ну, сейчас напомню, значит, если мы проекцию, например, сделаем, да, на каких-нибудь вертикальных предметах, тени, да, то есть там какой-то специальный термин есть, вот, соответственно, контур, да, вот, контур, мы воспринимаем в первую очередь контур и форму, соответственно, контура, то есть у нас должна быть по вертикали, достаточно, кроны должны хорошо сочетаться с друг другом, в первую очередь по форме, они друг друга должны дополнять, то есть не должно быть такого, и в современном ландшафтном дизайне нет такого, что у нас, вот, отдельные торчки, например, как туи, туи там, туи тут, их там несколько десятков, и они никак не связаны, вот, либо чистокол из туи, соответственно, вдоль забора, которые еще не пострижутся, не стригутся, и, там, взят сорт, который, типа смарагд, который остроконечный, и у нас получается чистокол, это, это некрасивый, он дает некрасивый контур, и некрасивую проекцию, например, да, она вертикальная, вот, и, соответственно, у нас не получается форм, соответственно, с любой точки участка, с любой точки участка, как бы мы его не рассматривали, ну, по возможности, да, у нас должны быть и вертикальные виды, очень, срезы, очень гармоничные, красивые, вот, и последняя табличка, до картинок, ну, все вы знаете, какими средствами мы пользуемся, вот, в той или иной степени, причем, сначала я так думал, поставить, например, симметрию, а симметрию, как противоположность, ничего подобного, они используются как независимые частые элементы, а в современном ландшафтном дизайне, это довольно независимые приемы, и используются они очень по-разному, очень по-разному, с разными подходами, масштабирование, соответственно, и сумасштабность участка, сумасштабность участка и растений, и площадей, и расстояние от дома, в соответствии участка, плоскость участка пропорциям дома, сейчас этому придается достаточно много значения, и, в принципе, вся автоматизация, которую пропагандирует, не он придумал, но очень активно пропагандирует Джон Брукс, его так знаменитая называемая сетка, она построена как раз на сумасштабности, на том, чтобы выстроить участок самасштабно зданию, самасштабно дому, и элементы соучастка растительные сделать самасштабными друг к другу, благодаря сетке, благодаря автоматизации. Соответственно, эта сетка отчасти решает и пропорциональные, пропорциональные всякие вещи, когда размещение тех или иных, тех или иных элементов по этой сетке, оно автоматически позволяет их расположить пропорционально в плоскости, естественно пропорциональность в вертикальной плоскости на сетке не будет отражаться, соответственно, в растениях, потому что нам надо уже более интуитивно подбирать растения, чтобы они вертикальны. Вот, ритм, соответственно, повторяемость ритму, они близки, соответственно, и, перечислю, чтобы не застревать здесь, одинаковые элементы, подобные элементы, увеличивающиеся в масштабе или в цвете, или по фактуре, вот, ну, соответственно, построить можно там на контраст жесткие и мягкие формы, вот, светлые и темные, понимаете, прекрасно, вот, и нюансы, нюансы формы, нюансы света, на нюансах освещенности, на всем это можно выстраивать, так или иначе, ландшафт, и, естественно, все это в голове держать невозможно, и, выстраивая участок, мы смотрим на какие-то основные вещи, а все остальное часто дорабатывается интуитивно, и уже находясь на участке, вот, и, одна из, одной из первых, основателей, так скажем, современного ландшафтного дизайна, была Мейн Рос, вот, до сих пор сады ее существуют, она не так прожила огромную жизнь, почти век, вот, и, соответственно, ее сады, они реально архитектурные, они создавались, в основном, там, в 40-х, по 60-х, 60-х годах, 70-х, она их создавала, и до сих пор существует ее собственный сад в Голландии, куда я с удовольствием там несколько раз ее посещал, и с удовольствием бы еще приехал, и она создавала очень простыми, очень приемами, она с используемым мощением, используя те или иные деревянные конструкции, каменные конструкции, стрижку растений, архитектурные растения, жесткие мягкие формы, она создавала, действительно, добавляла архитектуру в сад, причем, не только жесткую архитектуру, но и зеленую архитектуру, вот, при этом, современную архитектуру, восходящую к искусству авангарда, с начала 20 века, то есть, если сады у нас, в сад, эти тенденции пришли в 40-х годах, то, ну, естественно, не одна Минрусь этим занималась, но, вот она была одной из первых, и о ком практически все знают, ну, и, мы можем посмотреть на примеры, примеры современного дизайна, от классического, фактически, с легкими элементами, с легкими элементами, так скажем, абстрактных современных форм, немного преображенной, то есть, вот такой сад, как вот, я вот не помню, это то ли название фирмы голландской, то ли, то ли просто название сада, ну, что тут, на что тут стоит обратить внимание, посмотрите, в первую очередь, на планировку, газон, особенно вот на этом участке, да, он единым пятном, то есть, у нас не газон работает, например, как коврик, как заполняющий, не как заполняющий пространство, он работает, как сильная форма, далее, традиционные, традиционные изгороди, да, они работают там, как ширма здесь, да, вот, но они при этом, не просто ширма, не просто как ширма работает, они работают как архитектурные вертикальные элементы, соответственно, стриженные деревья, стриженные кустарники, в более-менее подобные формы, причем там набор кустарников тут достаточно большой, но, заметьте, они стрижкой, все приближенные, их форма приближена друг к другу, то есть, вот это пространство, например, да, вот этих кустарников, оно воспринимается как единый массив, и массив многолетников, да, пусть они разнообразны, но он тоже воспринимается как нечто единое, и если мы смотрим на этот сад, мы можем воспринять его как некую единую красивую картину, он довольно традиционен, он довольно похож на классические сады, но в нем присутствуют элементы, присутствуют элементы, многие элементы современного ландшафтного дизайна, вот, если убрать, например, полностью с газона вот эти вот, вот эти вот шары, здесь вот на этом газоне, то вообще будет почти модернистский сад, вот, а так некая классика, соответственно, вот представьте, я еще не сказал, мы ведь, когда 15, больше 15 уже лет назад, начинали заниматься ландшафтным дизайном, в том же степени, мы начинали с ухода за участками, и для нас было очень важно это упростить, я вот сейчас заметил, что сейчас мы делаем участок, ухаживаем за ним два, максимум три года, потом заказчики говорят, а мы сами справимся, и правдой, там где у других на участке там выезжает, ухаживает за участком там 5-6 человек, у нас справляется, как правило, двое, вот, и это благодаря, в том числе благодаря планировке участка, то есть газон, выделенный в отдельное пятно, он не только смотрится, например, красиво и четко, и работает как некая застилающая архитектурная форма, он еще просто в уходе, выкосить прямоугольник, на котором нет никаких мелких элементов, нет кругов в большом количестве, там и прочее, его гораздо легче, чем, выкосить, чем, вы понимаете, обкашивать там сотню кустарничков, деревьев и прочее, вот, поэтому, вот этот прием, вот этот прием, он позволяет упростить уход за газон, собрав кустарники, собрав кустарники в массивы, изгороди и прочее, ну, что получаем, там исчезает прополка, в миксбордер, да, то есть, растения, посаженные плотно, посаженные настолько плотно, что они, вплоть до того, что начинают в какой-то степени конкурировать с друг другом, но при этом дают друг другу жить, они подавляют сорняки, и мы, например, в какой-то момент мы поняли, что, например, мы на прополку перестали бы приглашать девушек уже, ну, лет 10 назад, вот, когда мы стали сажать плотными куртинами, и оказалось, что там ребята могут у нас, ребята в основном ухаживают за участками, вот, они могут прополоть участок, это у них там 2 часа займет максимум, вот, там, ну, на большом участке, вот, на маленьком еще меньше, в первые годы, плюс мульчирование, да, что мы делаем, об этом поговорим, но, понятно, что вот, когда западные товарищи говорят, что у них там за 2-гектарным участком ухаживает один человек, вот, понятно, что там планировка совершенно другая, другая, вот еще один пример, да, современного участка, те же, практически те же элементы, но использованы совершенно по-другому, да, на что, на что можно, обратить тут внимание, на, у нас появляются деревья, растущие в массивах кустарников, то есть, получается, у нас ноги кустарников прикрыты, ноги деревьев прикрыты, и только крупные, крупные, крупные деревья отдельные растут на газоне, да, то есть, с точки зрения, с точки зрения ухода, с точки зрения, опять же, упрощается, плюс, посмотрите, насколько, вот эти моногруппы, монопосадки, насколько они, вот эти вот, насколько они создают красивую картину, нет мельчешения, то есть, если создается цветник, вот там вот где-то цветное пятно, то он один, и, либо там, он создаётся массивом, и вот эта вот форма, плюс, посмотрите на линию горизонта, да, как, насколько, насколько все уравновешено, насколько расположено на линии горизонта, продумано растение, и насколько они создают тот или иной, ну, создают вид. Ну, и наиболее насыщенный вот Энтони Поло, да, он, соответственно, обожает всякие цветные акценты и прочее. Вот, обратите внимание, как он располагает, ну, помимо самого дизайна, по самому планировке, как он располагает многолетники. Это блочная, так называемая, блочная посадка в основном. То есть, они располагаются блоками, каждый блок довольно крупный, это, как правило, моноблок, то есть, из одного вида сделанный, и растения в этом блоке одного вида, соответственно, посажены достаточно плотно, разрастаясь, они смыкаются так, что создают красивое акцентное пятно, которое сочетается в массиве, в ковре, соответственно, работает как, как некий элемент дизайна абстрактный, и также подавляют сорняки. Газон у него не всегда единым пятном, но он тоже к этому стремится. А вот Энсо, Энсо, Эннея, причем вот эти участки, это в России сделано, это в Подмосковье. Вот он австрий, швейцарский, швейцарский дизайнер, и обратите внимание, да, из чего сделаны массивы. Соответственно, Ирга, Спирея, Березолистная, Ирис Сибирский, вот здесь и здесь, Сосногорная. И, соответственно, акценты у нас, самые массивы, я перечислил, акценты Ирга и Береза. А здесь, например, ну, тут я не вижу, какое-то крупное дерево. Вы посмотрите по Доргой, там, первая картинка? По Доргой тут, скорее всего, сейчас, попробую увеличить, вот так, оп, секундочку, это надо, нет, в этом, в просмотре не увеличить. Там, скорее всего, тоже какая-то спирея, и, скорее всего, осока какая-нибудь. А вот, что-то из осок. Не стриженная? Не, не стриженная. Спирея стриженная, а сока нет. А сока нет. Да, и вот общественное пространство. Вот это построено, вишня взята, скорее всего, так, саржанта, так выглядит. Вишня саржанта, причем она у нас зимостойкая, это четвертая зона, а некоторым саржанам дают даже третью зону, по этой американской шкале. Соответственно, мы ее тоже сажаем, и она вполне-вполне-вполне-вполне зимостойка. И особенно интересны сорта с узкой плотной кроной. У видовой, у видовой вишни саржанта, саржанта, да, ведь не самая, а то у меня в это самое, да, саржанта, да, в это название вылетает. Но и внизу разные сорта спире японской, стриженные. Вот. И смотрите, вот эта плотная стрижка, что она дает. Соответственно, вот план, вот в цветении, осенняя окраска, в цветении, соответственно, вид сверху, вот она дает облако, вишня. И заметьте, что, ну, это ведь, видимо, аналогичный сквер, вот тут какой-то более, или в более позднем виде, вот одной и той же фирмы. Видимо, они повторяли, соответственно, эти, все в Канаде. Вот. И, соответственно, спире японская, разные сорта, насколько яркие. В какие-то моменты, мы помним, что у спире японской выгорание происходит, у некоторых сортов в середине июля, и они не такие яркие. Становятся там, цвет выравнивается, к осени опять окраска осенью усиливается. И при распускании листьев у них, они дают окраску. Вот. И откуда все ноги растут? Откуда ноги растут? Ноги растут из модернизма, современных планировок, из модернизма начала 20 века. Мы все знаем черный квадрат Малевича, его, и вообще, его работы. Проходите. А западные наши товарищи вдохновлялись несколько другими, более, несколько другими представителями модернизма. в чем хорош модернизм, чем интересен модернизм для ландшафтного дизайнера. Там Малевич, естественно, подводил под свои работы огромную идеологическую базу. Для него это было преобразование мира. Но была и чисто формальная сторона, чисто формальная сторона в этом искусстве, когда модернисты исследовали чистую форму. сочетание этой формы. Они очищали форму от наслоений. То есть, если мы представим архитектуру или искусство до начала 20 века, так скажем, то это всегда изображение предметов. В архитектуре это огромное количество декора. Причем, ведь декор возникал часто не как некая необходимость, возникал как некая необходимость, чтобы замаскировать некие стыки, некие элементы, которые в принципе по-другому никак не задекорировать. То есть, мы до сих пор воспринимаем некие элементы даже дизайна квартиры, интерьера квартиры, как некую абсолютную необходимость. Ну, например, наличники на дверях. Да, вот эти. Вот сейчас посмотрим, да, вот для чего они нужны. В принципе, это лишняя форма. Но они маскируют, они маскируют стыки, маскируют какие-то щели, которые по-другому сложно. И в принципе, огромное количество декора, которое создавалось так или иначе, оно создавало, оно декорировало, прятало некую некую визуальную грязь, некие щели, некие технические детали, которые возникали просто благодаря применению тех или иных материалов, тех или иных конструкций. А современные материалы, которые использование бетона, в первую очередь, использование новых современных покрытий, они позволяют уйти от этих лишних деталей, позволяют в архитектуре прийти к чистой форме. А чистая форма, она, как ни странно, воздействует на наше подсознание часто гораздо сильнее, чем мы можем это подозревать. были знаменитым этологом Никой Тинбергеном были проведены эксперименты с птенцами чайки. Вот я в двух словах о них расскажу. Вроде бы чайка. Птенцы воспринимают, мать приносит корм. Что птенец воспринимает в качестве объекта? кормления. Вернее, в качестве субъекта в этом. Кажется, образ матери, но если начинать его редуцировать. И вот он сначала взял, сделал макет полноценный чайки, потом сделал только голову и смотрел, сколько птенец склевал кончик клюва этого макета. И смотрел, сколько будет клеваний. Потом и на кончике, например, у той чайки, с которой он экспериментировал, там на кончике клюва было красное пятнышко. Потом они редуцировали и некий шарик с палочкой подносили. Склевывание увеличилось только поклевывание. То есть его привлекал шарик с палочкой еще больше. Тогда они убрали шарик и сделали просто палочку с красной полоской, с красной точкой. Склевывание еще увеличилось. То есть вот эта палочка с красной полоской привлекала больше. Тогда они взяли и нанесли три полоски красные на вот эту палочку. И эта красная палочка с тремя красными полосками, которая в природе не существует, привлекала птенца больше, чем макет матери и даже живая мать. То есть склевывание увеличилось, то есть абстрактное мышление, некие образы, и вот эта наша нервная система создает, наш мозг создает некие образы, которые отсылают нас к неким платоновским, так скажем, идеям, платоновским идеальным предметом, и идеальная форма, идеальный цвет, чистый цвет воздействуют на наше подсознание часто гораздо более сильно, чем реальные предметы. И поэтому использование каких-то геометрических форм, круга, квадрата, в первую очередь круга и квадрата в дизайне, оно настолько сильно, и чем чище форма, тем сильнее может оказаться воздействие. Второй пример, например, что делает искусство? Искусство, оно ведь гиперполизирует реальность, доводит ее до какого-то предела, оно искажает реальность настолько, чтобы наш мозг воспринимал его как нечто более совершенное, чем реальность часто. Даже древнегреческий, вот канон поликлета древнегреческий, скульптурный, да, были амнатомические исследования, которые показали, что строение мышц такое, как в этом каноне, оно в принципе невозможно. То есть пропорции, те пропорции, которые в древнегреческом каноне применены и в древнегреческих, в идеальных статуях воплощены, они в реальной жизни, как бы человек ни пытался совершенствовать свою фигуру, они нереальны. Но эта фигура кажется настолько реальной, настолько привлекает внимание, настолько завораживающей, что мы вот эти изменения этих пропорций, приближение их к некому идеальному, к близкому, например, к золотому сечению, наш мозг воспринимает как некое совершенство, которое он извлек из этого. Тут примерно то же, но уже с чистой формой. Бен Николсон, вот смотрите, у него картины, он работал уже на нюансах, он работал с нюансами цвета. У нас с цветом из наших художников-арангардистов очень активно работал Матюшин. У нас даже был, им создан институт целый, который занимался фасадом, в том числе, например, разрабатывал колировку фасадов в 20-е годы, когда у нас не было в стране красок в городе в достаточном количестве хороших. И из вот того, так скажем, близких к разному рассветку детской неожиданности, он создавал нечто более-менее сочетающееся. И одно из его открытий, про которое он говорил Матюшин очень активно, что два несочетающихся цвета можно сочетать дополнительным. То есть, помещая среди них какой-то дополнительный цвет, мы можем сочетать почти любые цвета, если это не в крайних ярких их тонах, не в крайнем их выражении. И, соответственно, вот Бен Николсон, у Бена Николсона у него получались очень картины, которые он работал с формой, работал с цветом. И посмотрите, фактически это идеальная планировка сада. То есть, мы можем представить, что что-то из этого, какие-то из этих элементов дома, дом, какой-то газон, какие-то изгороди, где-то массивы деревьев, кустарников. И вот этот план, если мы на него смотрим, он воспринимается практически идеально. Действительно, к этому искусству надо привыкнуть, надо к ним быть насмотренным. То есть, сходу оно может не восприниматься, как и любое другое. Может казаться, что, ну да, беспредметное искусство, ничего не изображено. Но вот эта игра с формой, вот эта формальная сторона, которую модернисты начала 20 века, с которой работали модернисты начала 20 века, она оказала огромное влияние на дизайн и на архитектуру всего 20 века и до сих пор оказывает. Очень сильное и начиная с 40-х годов, в том числе и на ландшафтный дизайн. При этом это влияние, это влияние только-только усиливается. Ну и второе направление, которое вышло из модернизма, но более позднее, это минимализм, который сейчас также прослеживается в садах. То есть это сведение к чистоте цвета, к чистоте формы и к минимализации элементов. Минимализм, конечно, можно возводить, ну как европейский, соответственно, минимализм, который мы возводим к модернизму, так и, например, японский, когда, вот если мы посмотрим на японский дом, да, там можно найти и элементы модернизма, который, когда у нас дом, все в доме пропорционально размеру татами. Да, то есть вот эта вот стандартная их единица, вот фактически эта циновка, циновка и все пропорции дома соответствуют размеру стандартному, ну в разных провинциях она была немножко разная, вот, соответствует размерам тому или иному количеству вот этих циновок. То есть все задано. И плюс отсутствие практически полной мебели в японских домах, отсутствие, минимализация предметов. Чистота пространства, она перешла отчасти в японский сад. Если мы смотрим на классический японский сад, да, сад камней, например, да, что там, гравий и несколько камней и остров, например, да, то есть минимальное количество предметов. Какие-то лесные сады классические, там я сейчас эпохи не помню, вот, то это высокие стволы и между ними мхи, зеленые, зеленый напочвенный покров небольшой, в каком-то количестве папоротники, и это все зеленое, и этого всего элементов, опять же, немного. сад японский с бонсаями, так скажем, с неваки. Опять же, все, что на земле, все, что на земле, там камни разной формы, одной, двух форм, и стриженные в виде камней же растения. Причем японцы причисляют их по форме дизайна, как дизайн, они рассматривают их стриженные кусты, они их рассматривают как камни. То есть они когда считают, у них все считается, все элементы ландшафта, они считают, сколько должно у них все прописано, соответственно, вот эти кусты они вспоминают и в верхнем ярусе вы заметите, что там два-три вида растений, как правило, сосны и добавление небольшого количества растений в классических самых красивых садах. То есть минимализм присутствует. Ну и минимализм в дизайне, в архитектуре, который убирает, вот сама заметьте, да, даже в интерьере убраны все лишние элементы. Вы не заметите ни плинтусов, да, ни наличников, ни чего. И вот эти вот прямоугольные конструкции, да, они могут, они, тут это воспринимается, созданно как произведение искусства, они могут быть чем угодно, они могут преображаться. И вот эта вот некая стерильная частота, стерильность, она в том или ином, в той или иной степени присутствует в разных направлениях минимализма. соответственно, ландшафтный дизайн, вот наиболее, ну, большинство, так скажем, известных ландшафтных дизайнов в той или иной степени, они подвержены влиянию либо минимализма, либо модернизма в той или иной степени. Это отражается либо в плане, либо в плане покрытий, например, вот, или в этом, в дизайн плане, вот, либо и в вертикальных посадках, соответственно, если мы применяем стриженные, какие-то стриженные формы, вот, что сделал Джон Брукс? Джон Брукс, минималистом его никогда не назовешь, но если брать его планы, то они довольно минималистичны. Если брать планы растительных посадок, то минимализмом там и не пахнет, то есть это там влияние, там влияние английской культуры садоводческой, где огромное количество растений. Причем он считает, что он использует очень немного растений. Действительно, если взять любого нашего дизайнера, который пытается, ну, вот, и мы раньше, соответственно, мы берем список, иногда там, ну, 200-300 наименований, да, в этом списке, а современные сады есть, которых там, ну, два десятка наименований. И вот это действительно минимализм. И чем меньше количество видов растений мы используем в том или ином саду, ну, по крайней мере, в том или ином саду, тем он получается, как ни странно, красивее. Да, можно некоторые растения, например, цветники, да, создавать так, что они будут восприниматься как единый массив и работать как некое единый массив. И там можно намешать очень много всего. То есть тот же удольфианский цветник может работать как единый элемент, да, но внутри него может быть некое разнообразие. Ну, про Брукса наверняка все знают, поэтому мы долго останавливаться не будем. Напомню только, что на нем не будем. Напомню только, что в чем суть этой решетки. Берется элемент какой-то значимый здания, и на него основе строится квадрат, и он распространяется на участок. И на этой основе из геометрических фигур выстраивается, на этой решетке выстраивается некий дизайн. Причем каждая форма, каждая фигура, она рассматривается как, так же как у модернистов, как самостоятельная форма. И она должна быть заполнена чем-то единым. То есть это не значит, что мы выделили прямоугольник и потом натыкали туда бессмысла какое-то количество туй через там 3 метра, а под ними настелили газон. Ничего подобного. То есть каждая форма работает и как объемный элемент, и как некий, она имеет свою фактуру, она имеет свою структуру. Соответственно, сначала выстраивают, да, о чем говорит Жон так, о чем говорит Жон? Нет смысла, нет смысла работать с растениями, пока не создан дизайн. Сначала выстраивается решетка, потом выстраиваются объемы, и уже после этого мы их заполняем и думаем, чем их заполнить. То ли это будет там дерево, деревянный настил, мощение, гравий, растительные объемы. И вот эти растительные объемы мы уже решаем, с какой фактурой они будут. Будут они мягкими, будут они рыхлыми, либо они будут вот, будут в этих прямоугольниках. Соответственно, при отдалении от дома, да, объем, масштаб решетки увеличивается и, соответственно, увеличиваются, увеличиваются фигуры, да. И чем дальше от дома, тем в меньшей степени нам надо следовать этой решетке в идеале, и мы даже можем отходить от нее достаточно сильно при необходимости следуя интуиции. Но сохраняя тенденцию, тенденции, которые мы выбрали, тенденции дизайн, которые мы выбрали для данного сада. И вот посмотрите, вот он, соответственно, тут развернул участок на 45 градусов, так называемые восьмиугольники у него получились. И вот посмотрите, вот как он рисует заполнение. Тут заполнено все. То есть нет отдельных деревьев, нет отдельных кустиков, нет отдельных кружочков. Он рисует массивы. И вот как только мы стали следовать этому, и мы отказались от рисования кружочков, например, для кустарников, тем более там для многолетников и прочее, у нас восприятие нашего участка вдруг поменялось. То есть когда мы в плане, наши дизайнеры перестали мельчить, они стали воспринимать эти формы. И если мы, например, будем разделять на какие-то цветные пятна, вот эти кустарники, мы их разделим, соответственно, так, чтобы где-то они были выше, где-то ниже, где-то еще, чтобы они сочетались. Каждый из этих массивов сочетался друг с другом. Это уже не будет месиво. Это не будет восприниматься. И когда, если мне нужно, я просто пишу, я не считаю тут кружочки, да, а я пишу площадь, пишу количество, плотность заполнения кустарником в дендроплане, и у нас получается. Ну и вот, соответственно, реальный план, один очень простенький набросок, который Джон сделал для меня, для моего сада. Вот, я его пока не реализовал. Вот, но то же самое. Очень простые формы. Дом, соответственно, да, крупная терраса, крупный газон, вот, и дальше лук, либо посадки многолетников, и посадки деревьев и кустарников.